Вы слушаете радио Болткома Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами И к нам присоединяется стилист Модель просто красавица Гульбахыт Баринова Здравствуйте, Гульбахыт Доброе утро Доброе утро Здрасте Да, мы поговорим, может быть, о работе стилистов И вообще о прекрасном во времена пандемии локдауна Вот Александр Васильев, историк моды Он даже выдвигал такие предположения Что люди, оказавшись Ну, поскольку не происходит никаких мероприятий Обычно ведь всегда создавались какие-то шикарные наряды Для того, чтобы их выгулить в свет Какая-то светская жизнь, она замирает И вот из-за этого происходит перекос И вот Александр Васильев даже высказал такую идею Что мода изменится, поскольку таких мероприятий нет Перестанут люди нуждаться в каких-то вот прекрасных выходных платьях А во время локдауна самым популярным станет пижама В виде костюма То есть вот человек может сидеть в пижамке перед экраном Ну и спереди это будет напоминать костюм Сзади уже неважно даже, как это выглядит Главное не поворачиваться спиной к экрану Ну и вот это будет самым востребованным костюмом будущего Я уж не знаю, правда ли так Ну я понимаю, что, наверное, доля шутки, конечно, во всех этих прогнозах есть Очень большая Но вот насколько в вашем случае пандемия оказала влияние Вот на вашу сферу работы, деятельности Ну в этой доле шутки и доля правды Да, конечно, люди больше засиживаются дома И домашний стиль, уют, комфортная одежда больше набирает обороты Александр Васильев, конечно, отчасти прав Я с ним соглашусь Ну и я думаю, все равно люди — это такие создания, что в них все равно это все сидит Праздника всегда хочется, и даже дома Ну пандемия на мою деятельность оказала, ну тоже мощное влияние Меньше, конечно, за закрытие торговых центров и ограничений, конечно, меньше работы стало Потому что шоппинг, персональный шоппинг, который я оказываю, тоже сократило свое количество И фотосессии, конечно, тоже поменьше стало Потому что спрос все равно падает Ох, тяжелые времена мы переживаем Но есть ли надежда, что вся эта ситуация когда-нибудь изменится? Ну то есть вот желание людей выглядеть красиво, желание людей нарядиться Ну не обязательно для какого-то там тысячного мероприятия, ну я не знаю, там многотысячного мероприятия Но просто для какого-то небольшой вечеринки с друзьями, ведь оно же все равно присутствует? Конечно, обязательно, я думаю, люди все равно друг к другу ходят и как-то наряжаются Неизбежно, этого не спрячешь Ну а на вашей работе, вы говорите, это отразилось Тем не менее, ваша лента полна каких-то новых стайлингов буквально каждый день Что-то красивое вы выкладываете А вы не верите Инстаграм, не верите Фейсбуку, бывают и архивные работы Да, конечно, для публикации печатных и дигитальных мы все равно проводим это независимо от пандемии Потому что, ну разрешено, специальное разрешение дают журналы Можно это проводить, если есть разрешение Ну вот и буквально на днях, я так понимаю, была опубликована съемка стайлинг для некого канадского журнала Об этом, да? Расскажите немножко Да, и очень было неожиданно, это очень такой сюрприз был Команда, с которой я работала, фотограф Элина, она очень талантливая И поэтому мы рассылаем, ну как фотографы рассылают свои работы в разные издания И канадский журнал принял, и даже на обложку они поставили на свой какой-то шестой выпуск, кажется Специальный выпуск Хэллоуину Очень было приятно А то есть это не их заказ, а ваша инициатива? Талант пробил дорогу? Да, потому что не заказывают Это во всем мире так Все открытые принимают фотографы, рассылают свои работы Если нравится издание, они берут, публикуют Нет ли какого-то противоречия? Вот я как-то тоже меня заинтересовало Два как бы взгляда То есть с одной стороны вы выступали как модель А с другой стороны вы сами стилист То есть вот это может ли человек быть сам себе режиссер? Вот вроде режиссер, который снимает сам себя в главной роли в фильме Написанный по своему сценарию Мне вот эта вот ситуация напоминает То есть нужен ли все-таки взгляд со стороны Который тебя может оценить И даже вот человек с хорошим вкусом Которому нужно, чтобы кто-то взглянул Не он сам себя смотрел, а со стороны Моделью это быть у меня как хобби идет Основная деятельность у меня стилизую Этих же моделей, которые в кадре Но как понять? Чтобы понять весь процесс, всю ситуацию Надо и за кадром быть, и в кадре быть уметь Я думаю так Тогда можно полностью ощутить, чего не хватает, что надо А когда за кадром ты видишь уже, как в кадре ты должен получиться Типа не я, а вообще модель Какую картину я в итоге хочу увидеть Ну то есть получается, что вам необходимо Может ли человек быть и стилистом, и моделью одновременно? То есть вот смотреть на себя со стороны Или нужен все-таки какой-то еще один человек Вот взгляд посторонний? Ну то, что я модель, это я как бы для себя Это мое хобби, это моя как бы своя фототерапия Собственно считается А вообще, почему бы и нет Если человек хочет и может И с камерой общается на ты Это вообще легко и очень хорошо получается Ну у кого получается А так не принципиально Стилист может быть стилистом, модель может быть моделью Каждой своей роли А мне нравится совмещать иногда Скажите, ну вот раньше, какое-то время назад Упоминали какой-то особый такой прибалтийский Даже рижский шарм А есть ли что-то сейчас, что отличает Латвийцев, латвиек? Сейчас? Можете повторить вопрос? Я не поняла сути Суть очень простая Всегда, ну раньше считалось, что у жителей Прибалтики Есть определенный взгляд на вещи, на красоту, на стиль и так далее Там, я не знаю, тайна рижанки условная Есть ли сейчас что? Вот выделяешь Это вот женщина из Прибалтики Это прям Рига Ну сразу видно, да Ну вот фасон, стиль, вкус Мы говорим не даже, ну вот не про внешность, а вот стиль Да, конечно, есть, отличается Отличается сдержанностью Как в цветах, так и вообще во всем Сдержанностью отличается Прибалтийские женщины, прибалтийская мода Скажем, минимализмом Ну вот насчет ярких цветов Вообще никак Потому что все серое, черное, бежевое И все оттенки бежевого Это вот присуще, наверное, прибалтийским женщинам Ну я не могу сказать, что все поголовно Потому что люди разные бывают Даже в Прибалтике встречаются особые барышни такие Которые и любят, и ищут что-то яркое, смелое А скажите, можно ли воспитать чувство стиля Или это врожденное? То есть я понимаю, что ведь наверняка Очень многие, ну с кем вы общаетесь Вот, ну они хотят тоже, ну как бы Сами в себе вот воспитать вот эти какие-то чувства Конечно, я думаю, можно То, что дается Ну это как вот певцы считается Вот родился человек Одаренный Ну как бы с талантом Который может легко обучиться Либо которому не надо Ну самородки, которых не надо обучать Также и в стилистике Есть, которые рождаются И этим живут Это их как бы в жилах течет А есть, которых можно и глаза тренировать И можно научиться Я сама тоже провожу курс Сам себе стилист Что как бы учу женщин Которые могли бы себя Ну более-менее одевать уже Которые совсем не понимают И теряются в магазинах И ничего, хорошо получается Обязательно Когда они больше о себе узнают Обязательно ли это должны быть Ну вот дорогие бутики Или, например, ну вот Можно создавать какие-то ансамбли Из самых, ну чуть ли не из секонд-хенда То есть вот одеваться в секонд-хенде так Чтобы вот человек Вау, вот как это Да, конечно Винтажные магазины Нет, не обязательно иметь миллионы И не обязательно одеваться с ног до головы дорого Чтобы выглядеть стильно Это не тот Стиль это другой Можно и в секонд-хенде одеться На миллион выглядеть Я люблю, например, все смешивать Ну мне так кажется Что это очень интересно Когда и в образе есть И что-то дорогое Что-то винтажное Что-то масс-маркет Это хорошо И мне кажется Что чувство Которое люди имеют Ой, надо все бренды Надо тренды Но при этом Своего вот внутреннего Как бы почерка своего Не ощущается Не видно Бывает такое Вот как в фильме Дьявол носит Прада Там ведь главная героиня Которая приходит В модный журнал Она сначала Абсолютно наивная девочка А вот в конце Вроде бы там вот Стилист, которого играет Стэнли Туччи Он восхищается Говорит Вау, как ты вот Ай, там я что-то набросила На себя И вот он обращает внимание Что ты сама уже Не замечая Вот ты создаешь ансамбль Просто Ну как бы вот Получается, что она Проходит путь Вот И воспитывает в себе Чувство стиля Да Конечно Можно воспитать Можно Ну сейчас Очень популярно Я иногда задаюсь вопросом А если бы не было бы Социальных сетей Инстаграм Тих блогеров А люди как бы одевались Ну как в советские времена Одевались Когда не было интернета Ну как-то один Нет, ну все равно Были ведь Журналы были Потому что журналы Они никогда не умрут По иностранным фильмам Да, по иностранным фильмам А по советским Тем же самым фильмам Там тот же самый Ивар Калниндж Появляясь там На экране Показывал Насколько вот Может элегантно Выглядеть мужчина И копировали Копировали же Актеров Копировали образы Созданные вот Из кино И по сей день Кстати Бывают вдохновением Эти Ну кино Даже советское Источникам Нынешней моды Даже сейчас Когда вы думали Что там Платье в горошек Или в цветочек Нельзя надевать С лосинами Которые там надевали Которые Ну небогатые Показывали По-моему В фильме Любовь и голуби Что-ли было Сейчас Платочков не хватает Из того же фильма Мешал Платочков Резиновых сапог Конечно же Гульбахид Вы родом из Казахстана Во-первых Как вы В пандемийное время Поддерживаете Связь с родиной Можно ли Возвращаясь К нашей теме Что-то подчеркнуть Из Казахстана Жителям Латвии Каких-то ярких цветов Идеи Может быть Каких-то национального колорита И где это взять С Казахстаном Я конечно Поддерживаю Связь Ну То что Это звонки Видео Аудио Естественно И с друзьями И с родственниками Насчет моды Я думаю Там Никакие локдауны Не закроют Их Они все равно Будут Тусили И будут тусить Как недавно Была новость Официально Разрешили проводить Банкеты Мероприятия Даже в закрытое время Проводилось Это Их не закрыть А то что Они Казахи Ну Казахстане Не только Казахи И очень много Национальности Очень Любят Реально Праздник При любом Случае Повод Ищут Чтобы отметить Выгулить И поэтому Спрос там У них Побольше На Такие Праздничные Платья Наряды Яркие Цвета И смелые Как бы Образы Ну вот В Риге Например Представлен Узбекский Бренд Мойл Бош А казахского Ни одного Нет Обидно Ну Ничего Мойл Бош Они Она живет Зухра Я с ней лично Знакома Они живут В Риге Очень давно И У них все равно Они как бы С узбекскими Мотивами На европейский лад Шьется Очень красивая Одежда Но казахстан Я так мягко Подвожу Намекаю Что может быть И вам пора Уже тоже Да Нет У меня была Изначальная идея Конечно Чтобы Уголок Такой Открыть Здесь Маленький Казахстанских Дизайнеров Эта идея Все равно Меня не покидает То ли еще будет Конечно В будущем Все может быть Эта идея У меня изначально Как я переехала В Латвию Я проводила Неделю Поп-оп-шоп Казах Поп-оп-шоп Я проводила Как раз Для тестирования Привезла Несколько дизайнеров И В принципе Хорошие продажи Были Интерес Был Конечно Не все продалось Сто процент Но Как раз К выпускному балу Это было Платья Многих дизайнеров Были Раскуплены На Приуроченные К выпускному балу И другие В принципе Наряды Тоже были На расхват Я думаю В будущем Можно открыть Все еще сидит Идея А каким образом Происходит То есть Что С какими потребностями Обращаются люди К вам То есть Это Подобрать Наряд для выхода Это Быть Консультантом На шопинге Какие Ну еще Какие Вот Потребности У людей Если Брать Персональный Персональный Заказ Это Конечно Составление Ну Разбор Гардероба Это В первую очередь Идет Потому что Люди Сами Не понимают Каждый раз Закупают Закупают И шкаф Захламляется А потом Не могут Ну Трудности Возникают С комбинированием Сочетанием И составлением Этих Всех Образов То бишь Берут Платье Нету Пупель Берут Там брюки Нету Свитера То есть Не рабочий Гардероб Скажем Меньше Ой То есть Больше Времени Уходит У них На раздумья Больше Головных Боли И больше Одежды И больше Место Занимает В шкафах Ко мне Обращается Первый этап Это разбор Гардероба Естественно Соответственно Там Последует Дальше Шоппинг И Как это Происходит Я Убираю То что Не нужно Оставляю То что Нужно Из того что Можно склеить Еще образы Недостающие Закупиться В магазинах И так Я создаю Им Рабочие Капсулы Которые Они могут Применять Каждый день Бывает Ну это Основной Заказ Который На каждый День Люди Заказывают Себе Образы Бывает И для Отдыха Капсулу Заказывают Для мероприятий То бишь Очень Разные Прозвучало Как Микеланджело Беру И убираю Все лишнее Ну практически А если Можно ли Дать совет Нашим Слушателям Если Действительно Их Шкаф Захламлен Но они Чувствуют Иногда Что Огромная Типичная Ситуация В шкафу Места нет А надеть Нечего Классическая Фраза Что бы Вы посоветовали Ну просто Какой совет Нашим Слушателям С чего Начать Разбор Гардероба Не отбирая У себя Работу Понятно Но С чего Начать Надо Так Сейчас Сейчас скажу Понимаете Девушки Не должны Поддаваться Импульсивным Покупкам Когда Идут В магазин Естественно Ну себе Шоппинг Планируют Просто записать Что они хотят И больше Лишнего Ничего не покупать И с этим Если возвращаются Тогда не будет шкаф Захламлен И И то что Миф хочу Убрать Которые думают Что стилистам платить Не надо Например Лучше пусть они заплатят Таким специалистам Ну моим коллегам Например И они сократят себе То есть Сэкономят время Нервы Самое главное И конечно Шкафу Освободится Много места И будет Все Работать Вся одежда Будет Работать Отрабатывать Свои деньги Как я говорю На что Было потрачено А бывают Случаи Когда Просят Вместе С вами Вот например Отправиться на шоппинг Куда-то за границу И чтобы Там тоже Не потратить Лишних денег Не Растеряться То есть Конкретно Ну такие Опции Конечно Есть Но у меня Лично Еще не было Чтобы Меня пригласили Поехать Куда-то Там В Италию В Германию Там Шоппинг Центры Аутлеты Еще не было Единственное У меня То что Всегда Локально Онлайн Я не Совсем Люблю Только За исключением Клиентам Которые Я уже Оказывала Услугу Потому что Я их знаю Фигуру Я их знаю Плюсы Минусы Фигуры Особенности И Их Внутренний Мир Тоже Потому что Это немаловажно Внутренний мир Учитывать человека И образ жизни Это самый главный Аспект А то что За границу Здесь У меня не было Единственное То что Сюда ко мне Приезжают И здесь Вместе Ходим А так Я не выезжала Еще Не было По поводу Фигуры Всегда Вызывает У меня Тихая Ярость Вот когда Ты видишь Рекламу Каких нибудь Ну одежды Условно говоря Мужских рубашек Которые Дэвид Бэкхэм Шикарно Ты понимаешь Что на тебе Эта рубашка Просто не сойдет Ну то есть Да Ему это все идет А вот Человеку Например С другой комплекцией То есть Не идеальной Модельной Спортивной Внешности Вот что делать Людям У которых Действительно Может быть Фигура Подкачала Вычеркнуты ли Они из жизни Должны ли они На себе Поставить крест Или я предположу Подкачать фигуру Которую подкачала Крест Не надо Ставить на себе И не надо Там откладывать На На завтра Типа Когда похудею Тогда я надену Рубашку Это тоже Как бы Заблуждение Любую фигуру Можно Одеть И выглядеть При этом Я из вас могу Тоже Дэвида Бэхэма Сделать Олег В принципе Ну 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 Я тут ставлю На защиту у коллег Это давайте Мы вот Бэхэма Сделаем Из Бэхэма Сделаем Пеку Это еще надо Посмотреть Получится ли у него Ну он дальше Находится Да Пускай прилетает Сюда Они отсиживаются Там по своим Лондонам Ну я вот Хотела сказать Что любую Фигуру Женщину Мужчину Можно одеть Очень хорошо Очень правильно Потому что Ну типы фигуры Очень разные И индивидуально Кажда по своему И для каждого Есть своя одежда Обязательно Поэтому это Заблуждение Это я там Полный У меня живот У меня то У меня сё Нет Больше уверенности Это говорит Гульбахет У которого идеальная фигура Которую мы кстати Тоже мы вот В социальных сетях Видели Купалась в ноябре То есть это вообще Поразительно Тоже Как вы соблюдаете Ну Такие спортивные Я не знаю Можно я по-другому Сформулирую Чего полезно Олег Спасибо конечно Но Она тоже Имеет Как и У всех людей Свои там Плюсы Минусы Зелёные зоны Красные зоны С помощью одежды Я просто Это Ну То что нужно Подчеркиваю То что нужно Я скрываю Это всё одежда Делаю А форму Я как бы Во время пандемии Я пешком Много хожу Ну и гены Конечно Здесь много роль Играет Спортом Не получается Пока заниматься Потому что Уже Как бы Зима Ну Зал Может быть Остаётся В прорубь Нырять Да И это фото Увидели Да Конечно Мы внимательные Ребята Спасибо огромное Гульбахет За беседу Гульбахет Баринова Стилист была с нами На связи Всего доброго И хорошего купания Если намерены продолжать Ну Берегите себя Спасибо Всего доброго До свидания У нас небольшая пауза После которой Мы поговорим О ещё Об одной Серьёзной теме Только что Завершился Проект Посвящённый Фейкам Фейк-ньюзу И так называемый Хейт-спич Язык ненависти Проект Был ориентирован На школьников И с нами На связи Будет руководитель Проектов Юрист Латвийского Центра по правам Человека Екатерина Тумале